Эй, ребята, меня зовут Шошу. Я надеюсь, что вы уже подписаны на мой канал, и я продолжаю показывать вам свое выживание. Итак, сегодня у меня по плану сделать ферму. Я вырастила пшеничку, вот она красавица, и рядом с ней решила сделать загон для животных. Это будет моя первая ферма, ура, ура, ура! Вот из древесины я наделала вот таких вот заборчиков. Так, сюда ставим, сюда ставим, сюда. Надеюсь, что у меня получится. Ребята, я еще не пробовала заманивать животных. Так, двери. Все, смотрите, какой получился загончик. Я надеюсь, что он будет не маленький для животных, а достаточный. Итак, вот так вот заходим, и ребята, знаете что? Я хочу сделать для них воду. Да, я читаю все ваши комментарии, и там мне написали, что удивительно, но для животных почему-то на ферме вода не нужна. Ну, знаете, я хочу, чтобы все-таки у моих питомцев водичка была. Ну, если они не любят пить, то хотя бы, может, купаться будут, знаете, когда жарко, хочется окунуться. Так, почему в мое ведро не наполняется вода? Ничего не понимаю. Так, а ну-ка прыгаем. Водичка, водичка. Ребята, почему не наполняется ведро? Так, смотрите, я уже сама залезла в воду. Ну, ведро, наполняйся. Ничего, не пойму. Так, давайте еще раз попробуем. Вода есть, ведро есть. Я вот тут пытаюсь, пытаюсь зачерпнуть, и ничего. Ну, ладно, давайте отправимся к реке. Если вы знаете, почему вода не зачерпывается, то напишите в комментариях. Ребята, смотрите, уже меня поджидают. Так, а ты, паук, как сюда попал? Я его ведром колочу, ребята. Получи, получи пустым ведром. Знаете, такую примету говорят, когда ты кого-то встретил с пустым ведром, то это к чему-то плохому. Вот паук встретил меня с пустым ведром, и у него точно плохой день. Так, ребята, я решила лечь спать. И утром, когда нет всех этих чудовищ. Крипер, как он открыл дверь? Ребята, а как он открыл дверь? Они что, умеют открывать двери? Вот это да. Так, давайте выманим его. Ой, смотрите, тут еще один Крипер. И зомби, ребята. Ой, хоть бы он не взорвался там. Ай-яй-яй. Я так не хочу, чтобы там все разрушилось. Ну-ка, выходи, выходи. Давайте попробуем его выманить. Так, вот, я тебя ударила. Иди за мной. Иди за мной. Смотрите, этот Крипер взорвался. И справа дырка оказалась. Ой-ой-ой, мой домик в опасности. Идите, идите сюда. Зомби-то исчезли, а Крипер не исчез. Куда? Куда ты возвращаешься? Ну-ка, фу-фу, уходи, уходи. Так, по-моему, он уходит. Но он опять пошел к моему забору. А, я так не хочу, чтобы он там взрывался. Ребята, как отгонять Криперов? Скажите мне, пожалуйста. Ну-ка, Крипер, уходи, уходи. Вот я, вот я, давай, давай. Давай, беги за мной. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Беги за мной, беги за мной. Подальше от моего домика. Так-так-так, давай-давай-давай. Смотрите какой. Бежит, бежит, бежит. Давай-давай-давай, иди сюда, иди сюда. Я тебя тут жду. Остановился. Только бы назад не пошел. Только бы назад не пошел. Эх. Вот это утро. Так, я пришла за водой. Здесь курочки бегают. Курочки, скоро я вас позову в свою ферму. Вот сейчас только воды вам принесу. Так, Крипер вроде бы пошел в другую сторону. Смотрите, а здесь вода. Оп, набралась. Хм, ничего не понимаю. В своем огороде не могу воды набрать, а в речке, пожалуйста. Так, возвращаемся домой, возвращаемся домой. Да, теперь придется вот эту дырку заделывать. Смотрите, какая огромная. И заборчик мне попортили. А как они, как эти зомби прошли сквозь забор? Странно, все очень странно. Так, сейчас тут водички нальем. Давай водичка. Смотрите, как классно получилось, ребята. У моих животных на ферме будет вода. Травка есть, водичка есть. Пшеницу я выращиваю. Итак, ферма моя готова, но нет животных. Идемте звать животных в их новый домик. Итак, ребята, я узнала, что для того, чтобы приманить животное, нужно в руках держать пшеницу. Видите, я иду с пшеницей. О, овечка, иди ко мне, иди ко мне. Так, сейчас проверим, работает пшеница или нет. Смотрите, она подошла ко мне. И я иду, а она за мной бежит. Ура, пшеничка, работает. Так, 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 идет? Идет, смотрите, да как быстро. Ребята, поздравьте, по-моему, у меня появляется на ферме первое животное. Овечка, бежит за мной, бежит за мной. Ой, ля-ля-ля, так, овечка, где ты, заходи? Почему ты там встала? Иди, иди сюда. А, ребята, я в руки лопату взяла, и овечка остановилась. А когда я держу пшеничку, смотрите, как бежит. Давай, давай, заходи. Так, ну заходи, заходи, не стесняйся. Ну, чего ты там в дверях встала? Заходи. Давай, давай, заходи. Ребята, что-то ей эти двери не нравятся, или ей мой загончик не по душе. Ну, заходи же, заходи, тут вода есть, травка. Почему она не заходит? Ну, давай, 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 у меня пшеница, я тебе пшеницу дам, поешь хоть. Ну, заходи же. Он почему не заходит? Овечка, заходи, заходи, пожалуйста. Ну, давай же, заходи. Она там что, замерла? Ну-ка, нет, живая, двигается. Ой, прости, я тебя ударила, на самом деле, я не хотела тебя бить. Я хотела тебе дать пшеничку. Ну, пойдем, пойдем в загончик, смотри, как я старалась. Ты что, там навалила? Ха, нет, она просто съела кусочек травы. Ой, ребята, я уже думала, что она кучку там сделала. Так, заходи, ну почему не заходит? Ну, почему не заходит? Ребята, почему она не заходит? Ну, заходи, пожалуйста, овечка. Овечка, овечка, может тебя подтолкнуть надо сзади? Смотрите, сюда поворачивается. Сюда поворачивать. О, зашла, зашла. Ура, ура, ура. Молодец, моя овечка. Так, двери быстро закрываем, чтобы не сбежала. Так, давай, иди сюда. Как и обещала, дам тебе пшеничку. Кушай. Смотрите, она сразу в меня влюбилась. Хе-хе, за пшеничку-то. Ура, ребята, у меня первое животное. Все, теперь я фермер. Настоящий фермер. Ну, для того, чтобы у нас тут ферма плодилась, размножалась, нужно привезти этой овечке пару. Поэтому я отправляюсь искать вторую овечку. Смотрите, какая пшеничка у меня выросла. Так, давайте немножко соберем пшенички, потому что у меня уже заканчивается. Так, надеюсь, этого количества хватит. И сейчас попробуем найти вторую овечку, чтобы у меня была парочка. И они, наконец-то, сделали детишек. И у меня на ферме стало много-много овец. Так, ну, конечно, мне еще и куры нужны, и коровы мне нужны. Смотрите, никого нет. Ребята, ну что это за закон подлости такой? Когда тебе не нужны животные, все тут как тут. И курочки, и коровы, и овцы просто на каждом шагу. А когда тебе надо, никого нету? Напишите в комментариях, у вас такое бывает? Вот так вот. Смотрите, две ламы попали в ловушку. Эту ловушку, между прочим, я сделала для зомби, чтобы они не прыгали на мой заборчик. А попались ламы. Так, сейчас я вас спасу. Сейчас сделаю вам ступенечку. Так, вот здесь будет ступенечка. Так, вот это тоже убираем. Нет, или тут нормально. Смотрите, все, ламы, вот так выходите, вот так прыгаете, прыгаете. И все, и вы на свободе. Выходите, ладно? И больше сюда не попадайтесь. Так, а я продолжаю охоту на животных. Вот у меня тут свинка. Так, свинка, иди сюда. Почему она меня не слушается? Ммм, наверное, свинка не хочет кушать пшеничку. Ребята, мне нужна ваша подсказка. Пишите в комментариях, чем приманивать свиней. Может быть, морковкой? Может быть, яблочком? Хм, не знаю. Так, ищем, ищем овечку и курочку. Ребята, курочка, курочка, ура! Сейчас у меня будет первая курочка. Курочка, иди сюда. Ко-ко-ко, цып-цып-цып. Иди сюда, иди сюда, курочка. Смотри, какая ты хорошенькая. Ой, я совсем не хотела тебя ударить, извини. Это вышло случайно. У меня зато есть для тебя пшеничка. Смотри, какая красивая, спелая пшеничка. По-моему, курице очень нравится. Ну, пойдем домой. Я покажу тебе твой новенький домик, ферму. Ферма шо-шо? Так, курица, ты куда? Ха, почему она не бежит за мной? Эй, курочка, 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 иди сюда, цып-цып-цып. Ну, иди же сюда, курица. Смотри на меня. Просто так я тебе пшеницу не дам. Даже не думай. Ты нужна мне на ферме. Будешь мне яички нести. Я тебе петушка найду. Давай, давай, пошли, пошли. Пшеничка, пшеничка. Хм, идиот, урари. Что это она крутится? Чего это она не идет за мной? Ты чего это выпендриваешься, курочка? Ну, что это такое? Почему курица меня не слушается? Овечка слушалась, а курица не слушается. Пшеничка у меня. Ты же должна любить пшеничку. Нет, смотрите, какая-то неправильная курица мне попалась. Ничего не понимаю. Ну вот, проблема там, где я не ждала. О, она чего? Плавать пошла? Я же вам говорю, какая-то странная курица. Так, ребята, вот и проблема. Что делать с курицей? Как приручить курицу? Ха-ха-ха. Пшеницу она, видимо, не любит. Ну да ладно, давайте искать овечку. О, овечка, ты-то мне и нужна. Иди ко мне, у меня там для тебя есть парочка. И корова тут. О, смотрите, корова как бежит. Как будто бы голодная собачка. О, и овечка. Одной пшеничкой я могу приманить и корову, и овечку? Ну-ка, давайте проверим. Так, идут за мной. О, смотрите, как корова мчится. О, корова, по-моему, очень голодна, ребята. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Идете? Опять у дверей стали. Да что такое? Почему эти животные боятся дверей? Ну, проходите, проходите. О, корова очень смелая. Давай, давай, коровочка, иди сюда. Открываем дверь. Ну так, овечка. Начинается. Ха-ха. Так, открываем дверцу и заводим коровку. О, заводись, коровка. Заходи, заходи. Так, тоже что-то с дверями не то. Ну, заходи. Так, может быть, ей узко? Открываем две двери. И, да, смотрите, корова зашла. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, у меня теперь есть корова. Я ей дала покушать пшеничку, и она сразу меня полюбила. Хе-хе. Да, ребята, мне так нравится быть фермером. Но сегодня, правда, я такой фермер-охотник. Видите, охотишься за животными. Вот теперь давайте вот эту овечку приманим. Ну, давай, иди-иди сюда. Смотри, уже ночь наступает. Сейчас всякие зомби придут, съедят тебя. Вот я ей дала пшеничку. Может быть, так она сразу за мной пойдет? Давай, заходи, заходи, не стесняйся. Ой, корова, а ты как сбежала? Дверь закрыта. Ничего, не пойму, как корова сбежала? Так, дверь вот сюда закрыта, открыта. Заходи, пожалуйста, корова, заходи. Хе-хе. Так, нужно закрыть двери. Какая-то мистика непонятная, почему корова сбежала. Вроде бы я дверь закрыла. А-а-а, ребята, смотрите, какие они хитрые. Побег животных с фермы. И вторая овечка зашла. И зомби за ней. Ну, конечно, конечно, ну-ка, быстро уходи, быстро уходи. Сейчас тебя отклистаю, отклистаю пшеничкой. Ну-ка, уходи, уходи, тебя сюда не звали. А-а-а, ребята, закрываем дверь и бегут, бегут. Смотрите, как много зомби. Интересно, а они едят животных, эти зомби? Ой-ой-ой, ребята, ну-ка, давайте, давайте его. Я защищаю своих животных, свою ферму. В общем, ребята, этот зомби на меня напал и убил. Поэтому мне пришлось восстанавливаться. Я быстро вернулась. И сейчас хочу исправить вот этот момент. Мне нужно убрать здесь вот эти блоки, чтобы мои животные, вон, видите, вот так легко не бегали, не убегали. Я, видите, для них тут загончик построила, а они побег устроили. Так, сейчас вот здесь еще заборчик и вот здесь. Так, все. Загончик стал побольше, что, кстати, очень хорошо. И надеюсь, что теперь они не смогут из него выбраться, если я их закрою. Ребята, смотрите, у меня теперь две овечки и корова. Ля-ля-ля. Ой, кто это там у меня стреляет? Так, ребята, на улице ночи. Знаете, мне как-то это все не нравится, поэтому я отправляюсь спать. А утром я пойду искать песок. Для чего мне песок? Правильно, ребята, чтобы сделать стекло. Я, наконец-то, хочу поставить окна в своем домике. Так, песочек, конечно же, у воды. Вот у меня тут речка и вижу немножко песочка. Так, песочек. Берем песок, берем песок. Я, правда, совсем не знаю, сколько мне нужно песка для того, чтобы сделать стекло. Но давайте наберем побольше, раз уж мы пришли к реке. Так, все, здесь я больше не могу взять песочек. В воду я как-то лезть очень глубоко не хочу, поэтому давайте осмотримся. О, смотрите, здесь песочек. Здесь его побольше. Берем песок отсюда, берем песок отсюда. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, песочка побольше возьмем. Я думаю, что нужно будет сгонять еще в одно местечко, потому что там наверху я тоже видела очень много песка. Кстати, в эту сторону от дома я еще так далеко не уходила. Смотрите, тут целая гора песка. Берем, берем песочек, песочек, песочек. Так, знаете, у меня из головы не выходит эта курица. Почему, почему она не пошла за мной? Так, ребята, смотрите, что я нашла. Ой, что это, что это? Это заяц? Ребята, смотрите, это какой-то песчаный заяц. Ха-ха, такого же цвета, как песок. Я даже не знала, что в Майнкрафте есть зайцы. Заяц? Вот это встреча. Да, эта игра меня продолжает удивлять. Я, честно говоря, не думала, что тут так интересно. Ох, знала бы раньше пришла играть. Я знаю, вы мне писали в комментариях, бабушка, поиграю в Майнкрафт. Но я, честно говоря, думала, что тут как-то уж совсем все сложно. Смотрите, здесь есть коровы. Мне, кстати, тоже нужна корова. У меня есть одна корова, и ей нужна парочка. Будешь парочкой моей коровы? Только, знаешь что, нам с тобой придется реку переплыть. Я не знаю, будет ли корова переплывать реку. Ну, давайте попробуем. Вообще, будет она по этому склону спускаться? О, спускается. Смотрите, какая смелая корова. И, кстати, здесь не надо переплывать. Смотри, здесь есть место, где мы можем пройти. Ля-ля-ля, ура, ребята, я веду корову. Теперь у меня будет две овечки и две коровы. Ха-ха-ха. Так, она идет за мной? Идет. Слушайте, коровы в этой игре очень смелые, да? Овечка была такая робкая. А коровы вон, только увидели пшеничку и бегом, бегом за тобой, как верные собачки. Так, домик у меня в порядке. Кстати, видите, справа я дырку заделала, опять поставила заборчик. Надеюсь, что больше там никто не взорвется. Корова. Смотрите, как коровы быстро проходят двери. Не надо уговаривать, не надо упрашивать. Смотрите, у меня теперь будет две коровы и две овечки. Хе-хе-хе. Так, корова, заходи, заходи. И, кстати, видите, мои животные не смогли сбежать с этого загончика. Так, все. Все, теперь время кормежки. Буду вас всех кормить. Так, этой дала пшеничку. И этой овечке дала пшеничку. Так, вот. Теперь коровам. Ой. Хе-хе. Прости, пожалуйста, пшеничка-то закончилась. Так, ну ничего, у меня выросла еще пшеничка. Сейчас мы ее тут соберем. Как хорошо, что у меня пшеница растет рядом с фермой. Так, все. Надеюсь, этого хватит. Идите, идите сюда. Выходите, погуляйте. Сейчас. О, ребята! Поздравьте меня. Смотрите, у меня вылупился первый ребенок. Ну, вернее, не у меня ребенок, а у овечек. Маленький ягненочек-овеченочек. Конечно же, ребята, детеныш овцы и барана это ягненок. Вот он у меня, малюсенький, красивенький ягненок. Интересно, когда он вырастет. Так, теперь у меня две коровы и три овечки. Овца, баран и ягненок. Ох, ребята, вот такая у меня ферма получилась. Мне кажется, что для начала очень даже неплохо. Ребята, ну а стекло сделаем уже в следующей серии. Если вам понравилась моя первая ферма, то не забудьте поставить лайк. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, потому что, видите, тут так интересно. И, кстати, ребята, мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, напишите в комментариях, ну как же приманить эту вредную курицу. Ну, заодно и про свинку напишите, и про зайчика, если знаете, конечно. Надеюсь, что у меня получится всех их загнать на свою ферму. А сейчас посмотрите вот это видео. Просто нажми на картинку. Продолжаем. А сейчас посмотрите. Продолжение следует...